этот ролик называется битва за компрессию то есть самый простой маневр самый простой метод узнать насколько хороша или не хороша компрессия у аккордеона баяна гармонии можно взять ее просто за верхнюю часть вот так примерно и посмотреть на реакцию вот так примерно сейчас я возьму вот так насколько быстро уходит мех у новой гармошки он мех его не будет вообще уходить он будет почти на месте но данном случае он уходит гармонии примерно 30 лет 40 лет где-то так вот он уходит ну его и собрать можно сейчас его собираю он потихонечку собирается вот раньше была битва за урожай россияне всегда бились бились за урожай а сейчас идет битва за компрессию почему так потому что новую гармонь купить сложно она уже сейчас сравнялась ее цена новой гармонии с ценой на жигули то есть автомобиль можно купить поэтому многие люди ремонтируют старые еще раз ремонтируют еще раз ремонтируют если прислушаться внимательно то можно там где пропускает воздух даже услышать для этого нужно радиоприемник и телевизор отключить и вот так взять как говорится на растяжку и внимательно послушать шипение я думаю уважаемый зритель слышит я сейчас к камере подвел еще разок шипение я думаю было слышно поэтому откроем вот эту крышку на время и посмотрим внимательно что здесь может шипеть еще разочек сейчас я рот свой закрою давайте послушаем это шипение вот оно было вот еще раз было значит что в этой гармонии гармониз заменил выпекли то есть все отверстия для голосов он выпекли то есть он деку полностью заменил но на клей посадил некачественно то есть вот в этом месте пробивается слышно и видно вот в этом месте пробивается воздух именно сопровождение вот этой деки да и вот этого деревянного основания вот в этом месте слышно как пробивается значит значит воздух шипит вот эти сейчас полностью закрыты один и второй ряд то есть резонаторы там изнутри стоят да и под резонаторами специальная бумага такая то есть здесь сейчас не будет а вот в этом месте надо безусловно проклеить то есть пошло какое-то время клей где-то высох где-то не очень здорово был соединен этот клей так что надо проклеить ну хороший клей конечно сейчас имеется в любом магазине вот он называется вот таким образом кит-кит-кит-э-бонд очень хороший клей быстро сохнет в любом хозяйственном магазине как говорится иди бери сколько хочешь сколько тебе нужно столько бери стоит он сколько сейчас я скажу он где-то 2 евро стоит вот поэтому его нужно немножко набрать там свободный какой-либо ячейку этого клея вот он вот такую структуру имеет цвета он кремового этот клей вот и не мудрствуя лукаво значит проклеить все сопряжения о которых только что я сказал то есть еще разочек пройти вот эти все сопряжения нужно проклеить потому что видно даже невооруженным глазом что тут клея вот это все очень мало положено вот вот с этой стороны приклеить проклеить затем развернуть инструмент вот затем развернуть инструмент с обратной стороны именно сопряжение вот эти приклеить клей и он и для дерева хороший для кожи хорошо он идет вот тут видно как музыкант а точнее гармонист делал а клея практически здесь нет он работал но клей здесь вообще не намечается и не видно его вот поэтому особенно сопряжение нужно всегда клеить тут экономить не надо вот это с этой стороны сейчас я проклеиваю да вот а затем разверну инструмент то есть открою и и буду с обратной стороны проклеивать все 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 вот эти углы обязательно нужно проклеивать так что я буду работать а уважаемым зрителям нашего канала предлагаю послушать музыку радиостанции маяк я думаю маяк еще не закрыли русском надзор на ночью не добрался до маяка наверное еще можно и послушать маяк я ж не знаю как работает русском надзор все это поубегали все эхо и москвы и там кто еще там был и москвы убежала неизвестно куда за границу все люди по уезжали вот ну маяк наверно работает итак до новых роликов с вами с вами был музыкант Сергей Замбровский Продолжение следует...